Уважаемый Рустам Галевич, уважаемые депутаты и участники сессии, успешная реализация проектов программ федерального республиканского муниципального уровня в достижении наших промышленных предприятий в прошлом году позволили Нижнекамску занять 32 место в генеральном рейтинге привлекательности городов, составленного Министерством регионального развития Российской Федерации. Один из основных индикаторов, определяющий индекс привлекательности территории, отображает демографические характеристики Нижнекамского муниципального района. Сегодня на нашей территории проживает 273 тысячи человек, из них порядка 40 тысяч. Это жители сельской местности и камских полян. Средний возраст населения составляет 36 лет. В последние несколько лет в Нижнекамске наметилась устойчивая тенденция демографического роста. В 2013 году в нашем ЗАГСе зарегистрировано 4145 актов рождения детей. Это абсолютный максимум последних 20 лет. Наглядным показателем социальной стабильности в обществе является рождение вторых, третьих, четвертых, а в некоторых семьях и большего количества новорожденных детей. Анализируя семейно-демографическую ситуацию, отмечу, что уровень рождаемости в Нижнекамском районе превышает уровень смертности. Естественный прирост населения в 2013 году составил 1649 человек. За три года он увеличился на 13,5%. Однако положительная динамика отмечается больше за счет городских показателей. На селе смертность пока превышает рождаемость. Одна из первостепенных задач органов местного самоправления сделать Нижнекамский муниципальный район территорией привлекательной для жизни, создать такие условия, чтобы наши граждане, и особенно молодежь, оставались в родном городе, в родном селе, а не искали себя, удовлетворение своих потребностей в других городах. Мы должны быть привлекательны и не только для себя, но и для жителей соседних регионов. Пока же, по данным статистики, мы не справляемся с этой задачей. В 2013 году в город на постоянное место жительства прибыло 3427 человек, выехали 5172 нижнекамца. Механический прирост населения в прошлом году у нас составил минус 1745 человек. Еще два важных фактора, отображающихся на демографической ситуации. Первый – это продолжительность жизни, средний показатель которой у нас составляет 72 года. Второй – смертность населения. В прошлом году в сравнении с 2012 годом она, пусть и незначительна, но увеличилась на 1,8%. Тем не менее, этот показатель среди районов республики отмечен как один из наименьших. Основные причины смертности – это уход из жизни людей преклонного возраста, представителей первого поколения нижнекамцев, наших первостроителей. Также заболевания системы кровообращения и новообразования, хотя на фоне республики по этим показателям мы имеем снижение. В списке причин смертности также числятся травмы и отравления. В наших планах продолжат работу по строительству в городе взрослой поликлиники, где будут созданы необходимые условия для амбулаторного лечения больных. В 2013 году при непосредственном участии правительства республики на эти цели нами был получен транш в размере 88 миллионов рублей, который освоен в полном объеме. Сегодня для завершения строительства поликлиники необходимо порядка 180 миллионов рублей. В прошлом году была продолжена работа над совершенствованием системы здравоохранения в районе. Благодаря участию в республиканской программе по укреплению материально-технической базы на селе построены два новых фельдшерско-акушерских пункта, еще в шести ФАПах был проведен капитальный ремонт, в порядок проведена одна из сельских врачебных амбулаторий. За два года участия в данной программе, в данном проекте, в населенных пунктах нашего района построены четыре модульных ФАПа, капитально отремонтировано 16 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебные амбулатории. В текущем году мы намерены возвести еще два ФАПа в селах Каинлы и Прости, капитально отремонтировать участковую больницу в Шереметьевке и врачебную амбулаторию в поселке Красный Ключ. Таким образом, мы завершим республиканскую программу развития медицинского периодичного зела «Звена на селе» на 100%. В отчетный период на нашей территории успешно стартовал проект по массовой диспансеризации населения, позволяющий видеть целостную картину по заболеваемости. В результате бесплатного медицинского обследования мы получили возможность выявить на ранних этапах заболеваемость среди взрослого населения, хотя по этим показателям мы имеем рост на 9,5%, тем не менее это говорит о том, что мы получили возможность своевременного лечения больных. Что касается детей и подростков, среди них отмечено снижение заболеваемости. В прошлом году этот показатель составил 4,5%. Большую роль в повышении предоставляемых медицинских услуг населению играют высококвалифицированные кадры, в которых система здравоохранения Нижнегамска сегодня испытывает дефицит. Для загрузки специалистов, особенно в первичной сети, нам не хватает как минимум 180 врачей. Эта проблема обостряется еще и тем, что медицинские кадры стареют. Сегодня 21% врачей, задействованных в системе здравоохранения нашего района, это люди предпенсионного и пенсионного возрастов. В этой связи мы вынуждены привлекать к работе на условиях совместительства специалистов из частных клиник. Тем не менее, мы решаем этот вопрос, используя все имеющиеся у нас инструменты, один из них – предоставление квартир врачам. Данный проект на муниципальном уровне реализуется с 2009 года. За это время, приехавшим в Нижний Кампус из соседних городов и регионов, выделено 97 квартир, 50 из которых предоставлено по трехстороннему договору. Мы уверены, что предпринимаемые нами шаги в решении кадрового вопроса в сфере здравоохранения усилят новая президентская программа точечной поддержки врачей. Наши предприятия уже сейчас испытывают нехватку высококвалифицированных специалистов, владеющих современными технологиями производства. Эта проблема может еще больше обостриться в ближайшие годы, когда нефтехимические и нефтеперабатывающие предприятия нашего города введут в эксплуатацию новые мощности, где будут использованы самые передовые достижения науки. В Нижнекамском муниципальном районе профобразование представлено десяти учебными учреждениями, семь из которых имеют технический профиль. Сегодня в них обучается свыше 14 тысяч студентов, из их общего числа 8,5 тысяч человек получают технические специальности. В прошлом году мы провели подробный анализ деятельности учреждения профессионального образования, изучив перечень реализуемых образовательных программ, качество подготовки выпускников и их трудоустройства, материально-техническое оснащение. Наши СУЗы и ВУЗы определили для себя приоритеты, не всегда совпадающие с развитием Нижнекамской экономики. Некоторые из них продолжают отдавать предпочтение гуманитарным наукам, готовя заранее невостребованных на рынке труда специалистам. Большие надежды в решении этого крайне важного вопроса мы возлагаем на создание в Нижнекамске, совместном с нашими промышленными предприятиями Нижнекамскнефтехим, Татнефть-НК, Таиф-НК, Танека, ресурсного центра, в стенах которого будут готовиться рабочие кадры для предприятий нефтехимической отрасли. Объективной оценкой индекса привлекательности территории служит и такая важная составляющая, как обеспечение безопасности населения. В 2013 году уровень преступности в городе-районе сохранил тенденцию к снижению до 10,5%, в том числе и среди несовершеннолетних. На 13,8% выросла раскрываемость преступлений. Благодаря своевременному реагированию на изменения криминогенной ситуации, совместной работе частных охранных предприятий, народных дружин, а также усилению контроля за оперативную обстановку в местах массового пребывания граждан, удалось не допустить роста преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. Стабильным по криминогенной обстановке минувший год был и в районе, где сегодня создаются комфортные условия для службы и проживания участковым, уполномоченным полиции. В прошлом году при поддержке руководства и Министерства внутренних дел Республики в селах Елантово и Барок были построены административно-жилые комплексы. В этом году мы возведем еще два таких же универсальных офис дома в Старжишминске и Верхней Уразме. В то же время тревогу вызывает регистрируемый рост преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году УВД Нижнекамска расследовало 489 уголовных дел данной категории на 223 факта больше в сравнении с 2012 годом. Рост преступлений, совершенных на бытовой почве, которым также предшествовало употребление спиртных напитков, составил 12,5%. Среди проблемных моментов также хочу отметить вопрос безопасности дорожного движения в городе и в районе. Растет число аварий погибших в них людей, в списках которых по итогам прошлого года, к сожалению, значится 41 человек. Более половины всех аварий с человеческими жертвами произошло на трассе Чистополь-Нижнекамске. Я не буду вдаваться в причины этих ДТП, обозначу только задачу, которая должна быть выполнена. Мы должны предпринять кардинальные меры по максимальному снижению аварий на данном участке дороги, не забывая при этом о других проблемных моментах, которые у нас существуют и в городе, и в районе. Самого пристального внимания последние годы требует вопроса взаимодействия с религиозными организациями. Обострение напряженности в этой сфере связано с проникновением в наше общество радикальных идеологий. В начале 2013 года в Нижнекамском муниципальном районе были предприняты определенные шаги по профилактике терроризма и экстремизма. С целью обеспечения эффективного взаимодействия органов муниципальной власти, институтов, гражданского общества, общественных, религиозных объединений и научных организаций был образован Совет по гармонизации межнациональных и межкофессиональных отношений, принят ряд нормативных документов. Однако предпринятые в конце прошлого года попытки террористической угрозы в промышленной зоне Нижнекамска свидетельствуют о недостаточности этой работы. На территории с большой концентрацией промышленных объектов это требует повышенного внимания. Не менее значимым в последнее время стал вопрос создания системы интеграции и адаптации мигрантов. Нижнекамс его стабильной экономикой является территория, привлекательная для граждан ближнего зарубежья. Развитие жилищного сектора – это не только строительство нового жилья, но и улучшение характеристик имеющегося жилищного фонда. Сегодня 250 тысяч жителей города и района проживают в 924 многоквартирных домах, в 630 из них за последние 6 лет был проведен капитальный ремонт. На эти цели направлено 3 миллиарда 165 миллионов рублей. Такую возможность мы получили благодаря федеральной программе о ликвидации и недоремонте жилого фонда. Одной из наиболее острых проблем в жилищном секторе сегодня является несвоевременная оплата населением за услуги ЖКХ и, соответственно, уровень собираемости денежных средств со злостных неплательщиков. В прошлом году объем реализации жилищно-коммунальных услуг в городе и районе достиг 3 миллиарда 791 миллионов рублей. Сумма просроченной задолженности населения перед коммунальными службами на конец года составила порядка 235 миллионов рублей. Учитывая важность и актуальность данного вопроса, органами местного управления организована масштабная и активная работа по его решению. В борьбу с должниками вовлечены старшие по домам, председатель ИСТОС активно ее ведет и специально созданная служба взыскания. И, пользуясь случаем, я хочу обратиться к жителям нашего города, к тем, кто сейчас смотрит сессию в прямом эфире и к тем, кто узнает о ее тематике средств массовой информации. Уважаемые нижнекамцы, от своевременной оплаты за жилищно-коммунальные услуги в том числе зависит дальнейшее развитие нашего жилищно-коммунального комплекса, включая решение такого важного вопроса, как ремонт подъездов. Я призываю всех нижнекамцев ответственно подходить к данному вопросу, и особенно это касается злостных неплательщиков, из-за которых зачастую страдают законопослушные граждане. 2013 год в России был объявлен Годом экологии и охраны окружающей среды, что послужило поводом для продвижения многих общественных инициатив и старту масштабных проектов. Важную роль в решении вопросов экологии играет республиканская долгосрочная целевая программа по охране окружающей среды. Общее объем ее финансирования – 12 миллиардов рублей. Эта сумма формируется из трех источников бюджета республики, муниципального бюджета и средств, грады и бюджет образующих предприятий, доля которых в общей копилке составляет порядка 97%. Целевая программа предполагает начало реализации крупномасштабного этапа в решении комплексных острых проблем, связанных с охраной окружающей среды в целом. В ее рамках за четыре года предусмотрено выполнение 93 мероприятий. В прошлом году выполнен проект по возведению локальных биологических очистных сооружений в селах Каинлы и Шенгальчи. Их строительство должно завершиться в текущем году. Благодаря участию республиканского бюджета на территории поселка Камские поляны дан старт проекту строительства полигона твердых бытовых отходов, который мы планируем также завершить в этом году. Благодаря предпринятым мерам удалось сократить объемы вредных выбросов в атмосферу. Прошлый год был насыщенным в плане участия нижнекамцев в различных экологических мероприятиях. Самым масштабным, безусловно, стал муниципальный проект «Зеленая волна», в рамках которого высажено свыше 19 тысяч деревьев и кустарников. Одним из важнейших событий 2013 года в этой сфере бесспорно является решение вопроса с переселением жителей деревни Алань. Сегодня 30 семей из числа бывших оландцев живут в комфортабельных квартирах, за что я хочу выразить искренние слова благодарности руководству республики и всем промышленным предприятиям, принявшим участие в разрешении этого острого вопроса. Сейчас нам необходимо завершить, и мы находимся на заключительной стадии, реализацию второго этапа проекта, выплатив компенсации жителям Алань. Для Нижнекамска, в силу специфики территории, на которой сосредоточено большое число промышленных предприятий, вопрос экологии входит в число наиболее волнующих населений. Поэтому совместно с предприятиями-природопользователями мы продолжим работу над улучшением окружающей среды, еще больше акцентируя внимание на предохранных мероприятиях. Все вышеперечисленные достижения, касающиеся здравоохранения, образования, культуры и спорта, ЖКХ и благоустройства территории, стали возможны благодаря ключевому индикатору, отображающему привлекательность городов, стабильной и развивающейся экономики. 2013 год был непростым в экономическом плане, влияние мировых тенденций отразилось и на Нижнекамске, и это наглядно демонстрирует показатель индекса промышленного производства, который в прошлом году составил 101,2%. Тем не менее, несмотря на внешние факторы, наши промышленные предприятия продолжили свое развитие, внедряя новое производство, расширяя линейку выпускаемой продукции, востребованной на российском и мировых рынках. Уже в ближайшей перспективе, которая определяется текущими и последующими годами, на территории нашего района, точнее на территории промышленного узла, будет построен ряд крупных промышленных объектов. Все это, безусловно, скажется на экономическом росте нашей территории, создаст новые рабочие места, что в конечном итоге отобразится на уровне и качестве жизни наших людей. На фоне положительных показателей достижения в Нижнекамской промышленности, не совсем оптимистично выглядит состояние дел с развитием малого и среднего бизнеса, доля которого в экономике нашего города и района составляет 17,9%, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 50%. Вопрос развития предпринимательства на качественно новом уровне – одна из задач, которые нам предстоит решать в ближайшей перспективе. Акцент необходимо сделать на малом и среднем бизнесе, задействованном в переработке сырья нефтехимического комплекса нашего города. Ярким примером тому являются индустриальный парк «Камские поляны» и компания «АйПласт», продукция которой сегодня востребована на российском и международном рынке. Продолжение следует...